если вы ребята думаете что я еду на красный свет по это ребята я смонтировал видюху так и все время я еду на зеленый это боги монтажа это нужно понимать ребятки всем салют коронавирус коронавирус нам на него вообще пофигу пацаны мы катасим я сегодня короче ребята выехал на зенере на кайф прикиньте вообще кайф ребятки вообще кайф прикиньте поле и вообще у меня прям эмоции просто зашкаливает я даже не знаю что вам сказать вообще прям сегодня покутка вообще прям огонь сейчас плюс 12 пацаны я маленько уже катался вот первый раз но так вообще совсем чуть-чуть совсем чуть-чуть просто потемну уже когда вот мотик погонял просто вот заводил тогда вы видюху видели вот ребят чуть-чуть прокатился но полива часу по трассе ехать дали вообще кайф прям пацаны хотели хоть и на камушки блять дали на 400 извиняюсь за мат народ за мат реально извиняюсь просто не хочу в этом сезоне не планирую вообще материться а планирую вести вот такой блин ну как бы здоровый образ жизни я и так виду а вот нормально разговаривать без мата по культурному там то ребята берите с меня пример не ругайтесь на там даже во время коронавируса вариме эпидемии вот пацаны изолируйтесь дома ребята и все просто исключать общение контакта самое важное не уходите то есть в массовую массовку где много людей просто ребята это все отменено просто избегайте этого я вот лично меня лично этого не касается потому что я делаю сейчас хондочку пацаны сегодня покрасил движок вот сегодня целый день провозился покрасил двигатель сегодня пацаны какой у нас 3 или 4 апреля заказал цепь брм на хонду сразу новую заказал чтобы не париться заказал короче импидж japan сайт там чисто оригинальные японские запчасти пацаны ну кто не в теме вот так что там цены очень хорошие цены приятные за что пацаны нормальника ну блин все равно цепочка вот да вот блин вот сколько она там сантиметров 40 50 там длиной да а а блин стоит лет четыре рубаса и долин опять матерюсь что такое это одно мотоцикле просто ребят не знаю не знаю еще со мной просто вот так вот эмоция я хочу доехать до заправочки заправить бензина и так вообще прокатиться блин вообще кайф пацаны прикиньте полей вы пацаны а надо маленько резину прогреть маленько резину надо ребята всегда прогревать вот я когда выезжаю я чуть-чуть проезжаю по трассе да вот чуть-чуть прям несколько километров 5 она сама нагревается я вот еще специальные и прогреваю блин потому что всякое может быть ребят лучше ехать на прогретой резине ну чё мои впечатления после литра до 4 сотки пацаны вот я газую в принципе на 6 ускоряется но после литра конечно вообще я считаю сравнивать никакого смысла вообще нету если могу описать это и вот эмоции после литра ну все мы знаем ходочка такая легкая да там сколько 170 км и почти 180 км и да вот там 180 он раздушенный а здесь 58 по динамике просто вообще не сравнить но ребята вот то что по ветрозащите вот это прям можно сравнить вообще прям конкретно ветрозащита лукавых просто на ура я сейчас вот меня вот дует чуть-чуть и то наверно плечи маленько дует и все а на хонде ты видишь там тебя там просто я сейчас сижу почти вот прямо да а на хоне я сижу вот так вот прям пацаны прикиньте прям ну там по-другому никак там такая вот посадка вот так вот народ там по-другому никак там посадочка совершенно другая ну ничего нечего ребят еще немного грубо говоря да да не ребят ничего не буду говорить все когда я заведу ходу я я вам не буду рассказывать я просто просто сниму видео когда я заведу и вы это увидите а а так ничего рассказывать вообще ну не буду я уже там говорил какого-то первого потом пятого я лучше не буду говорить знаете пацаны чего еще такое-то меня мотом вот а может да может или как он так на трассе практически нет автомобиля это прям вообще практически нет автомобилей пулять заправку проезжаю заговорился этот с вами точнее сам собой практически нет автомобилей болеем какой же звук кайфовая сейчас любят визор открою практически нет машин и вот ехать вообще в кафе ребят какие там цены ну ка девяносто второй сорок один сорок девять почти сорок два блин ну я сейчас просто хочу заправиться на вот этой заправки да просто подальше там конечно получше бензин но есть вероятность то что там блокпосты стоят гайцы ну все мы знаем у меня мочек не застрахованный нет у меня техосмотр есть да он скоро закончится какого-то там апреля я его в том году сделано на год по моему да на год сейчас я еще могу застраховать но блин не буду так каково я продаю просто ребята смысла нет сейчас страховать мотик сейчас вот дальше еще прокатимся посмотрим вообще что не ну мне сегодня ваще в кайф сегодня погодка ваще суперская вообще ветра нет пацаны прикиньте вообще ветра нет вот ребятки заправил бензин почти полный бак прям мы прям почти ну вот прям почти почти болит короче вот что значит реально реально туплю смотрю вот сюда и смотрю где бензин то чего не поднимается а это температура бензин то слева а вот пацаны вообще жесть да реально на заправочках люди в маске я уж там не стал снимать ребят но там реально боятся коронавируса в горах там мужики угорают все теперь помещение уже не зайдешь по моему с улицы наш коронавирус реально блин опасен опасен ребят опасен но небезопасен нет в ленты как умеет я хер его знает ребят я просто я просто на эмоции поэтому несу какую-то хрень вот реально но ребятки сейчас у меня новый микрофончик короче когда поехал я на урале катошин и радому я не застрял когда на урале катошин пацаны вот последний раз упомните зимой приезжал буквально не знаю пять километров дорогу нехал три часа застрял по дикому застрял реально просто нифига себе уже блин мошки уже мошки ребята ножки мышки а блин все-таки потеплеет ну вот короче застряла тогда на урале что реально пацаны ну реально вот что-то прям вот у меня и микрофон сгорел короче потом как оказалось это не микрофон это в камере короче вот это вот я в полка его вот это вот самодельный вот самопали так сказать вот под микрофон петличка который сейчас шлеме и короче еще хотел записать покатушечку ты у меня без звука видосик было ребят вот я проверил теперь я короче перепаял теперь нормально ну потому что камера очень многое переживал за это время за три года когда я начал снимать видюхи когда я купил свою первую камеру полив в 2017 по моему 2017 году под новый год то ли в декабре поле в ноябре не помню точно вот тогда у меня начались покатушки с камерой и вот вот это вот все короче ребята идет по сей день короче не буду я это дело бросать буду я также заниматься ну так же ребята вести бог но плюс еще будут и пацаны стримчики будут обязательно будут стримчики не знаю может вот сейчас вы смотрите эту видюху через несколько дней вы ее только увидите вот это видео вот хочу хочу в этом поле стримы начать стримы попробую сейчас кончку сделаю мне самое главное ходочку пацаны сделать потому что у меня прям такой болезнь желание конкретно это сделать коночку ребят не блин вообще прикольно я кайфую ребят на зизе вообще в кайф он такой мягкий панель ночью спина даже вообще не устает а на холдочка конечно она такая блин ну такая блин ну я не знаю сейчас после переборки какая она будет посмотрим до этого была такая конечно жестковатая кайф с кого-то вот в обед уезжает на покатушке приезжают только 10 10 или в 12 ночи приезжают ну вот с обеда и до 12 ночи сколько времени он катался да но спина реально устает а на каушке не на каушке нормально я катался вообще да ну он мягкий прям мягкая прям ништяк что у меня еще сегодня нет вообще что у меня в этом году в этом году короче новая батарея у меня в камере это вообще ништяк новая батарейка стоит потом че точнее у меня даже две батареи ребята я пару не взял сейчас ну хотя надо было взять но блин но я не помню то что поеду так вообще вот кататься так подальше пацаны сейчас просто будет темнеть и поэтому я не знаю что будет видно но пока не темнеет вот прикольный пацаны закат такой блин вообще кайф смотрите какой закат я сегодня безумно рад сегодня безумно рад ну что покрасил движок наконец-таки ничего себе поля уже пашут давайте давайте блин в связи с коронавирусом надо начинать блин сажать засеиваться как можно раньше как можно раньше потому что хрен его знает что там дальше будет ну вот если пацаны вот честно да вот честно у нас как бы в ульяновске у нас всем по идее наплевать на коронавирус вообще просто людям как-то покер ну не всем конечно но большинство людей кого так знаете бам-бам-бам всем наплевать вот так вот ха-ха-ха бля вообще кайф ребят вообще кайф на литре на литре блин открывать сезон конечно круто но блин если вот как у меня просто зашкаливают эмоции и хлещет адреналин и я вот буду откручивать ручку глаза да блин ну я вот первый же вот первый же день покатушек открытие сезона я буду откручивать за 250 и выше блин ну конечно вот в этом печально но когда есть кава 400 . блин вообще прям кайф я уже знаю я ее блин не кручу я ее просто блин берегу и не откручиваю на ней потому что я перебрал полностью ну и то блин сейчас honda тоже переберу я уже блин буду как бы блин поаккуратнее ездить ну поменьше так откручивать но это ребят не буду 300 есть 200 там есть взяту и мне хватит вообще в кайф едешь прям болель кайфовый пацаны кайфово кайфово вон шкет костер блин да меня уже так не привык что вот ехать и говорить 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 блин записывать блоги ха ха я уже блин еду и думаю че я блин говорю с кем ну вообще как-то вот отвык немного ну правильно пацаны с декабря месяца чё там декабрь и болит они бру не с декабря с января с января январь февраль март ну да почти три месяца два почти три ребят все таки отвыкаешь от этого дела отвыкаешь чуть-чуть вон бам 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 чё там красный свет красный свет красный свет мне нравится красный и зеленый были такая покатушка по трассе прям вообще в кайф даже ноги не подмерзает вот так чуть-чуть ребят чуть-чуть так начинает отбывать и то я бы не сказал что так вот конкретно двигаться на какая да блин короче смотрел прогноз погода сегодня и позавтра еще хорошо похолодание до плюс восьми а послезавтра ребята снег прикиньте снег ё-моё вообще просто жесть снег обещают вообще блин трэш какой-то неужели опять будет снег но ребята она мне как вы знаете то что когда нет погоды ты сидишь дома собираешь мотоцикл и как бы поменьше покатушек и больше времени на сборку и тем самым когда поменьше покатушек ты экономишь свой бюджет и пикассия на пято ехал блин экономишь свой бюджет когда сидишь дома и потом когда приходит теплые дни и у тебя появляются бабки на бензин на бензин на масло там на покатушке короче и все и более катосик в этом тоже есть плюс и че себе люди даже в масках на обочине стоят машины передвигаются в масках зачем в автомобиле передвигаться в масках зачем я понять не могу не знаю для меня автомобиль это как мой второй дом да ну блин надо ну просто следить за автомобилем надо пылесосить убираться вот знаете вот чтобы было уютно и чисто а люди даже в масках ездят на автомобиле может таксисты какие-то хотя нет ну в маске стоял но это жесть ну пацаны вообще прям болеет вот эта видюха она будет прям вот как есть я ее не буду ни вырезать короче ни музыку вставлять ничего не буду делать это чисто будет короче пацаны ножек ножек чисто без ничего без редактирования какого-либо а вот тут ребята я чуть на ходе в том году не ушатался здесь вот дорога здесь короче фуру ее раскатали ну блин уже сделали там вообще прям такие впадины были прям бугры такие жесткие охренеть я еще в дождик ехал чуть не ушатался реально из-за дороги опять еду на 5 я что-то пацаны я просто привык на хонде да вот когда ты едешь там литр да литр пацаны он такой мощный аппарат просто долин безумно мощный аппарат и когда ты едешь 250 и у тебя еще 5 ты думаешь и у тебя еще запас оборотов имеется и ты думаешь на хрена тебе шестая скорость я на шестой еду только так вот чисто продавать ну короче когда экономлю бензин грубо говоря не то что когда экономлю бензина когда учить то вот медишни торопишься как бы я сейчас тоже не тороплюсь просто короче вот так вот поэтому у меня вот привычка маленечко осталось все-таки за два месяца под наработанность привычка вот он город ульяновск сейчас посмотрим кто тут соблюдает карантин да реально будет до 80 еду на машине бы я в жести тут бы не поехал 80 90 ну блин на мотоцикле кого-то реальная скорость она не вообще не чувствуется на самом деле пацаны надо хоть чуть тормоза прогреть что перед городом ну вот местные ребята стоят в боливее там без масок вообще никто ничего не соблюдает вообще пофигу нужно быть в изоляции в изоляции ну просто кто дорожит своей жизненным ребят а кто не дорожит своей жизнью с кем-то вот там контактировать а ну блин даже и не хочется мне ходить в контакт ну ты чё ты налево наверно или чё ты там или ты посередине едешь нет он едет посередине вернее она она едет посередине да блин здесь так и не сделают дорожка то маленечко уж можно было пока вообще машин практически нету блин вообще кайф ребят вообще кайф просто вообще блин безумный кайф ну да 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 машин намного меньше блядь ребята девчули а все таки надо смотреть смотреть надо сейчас люди вообще сейчас пешеходы вообще обнаглели типа их должны прям уступать вообще им прям конкретно на самом деле это ребята каждый человек каждое живое существо будь то собака будь то кошка она должна смотреть на дорогу по сторонам когда переходит не знают даже собаки когда дорогу переходит даже они блин смотрят по сторонам а он уж чё там про людей учетом говорить блин я не знаю много это кайфуло было к на ней твои эмоции прям были первым зашкаливает людьми моси им просто реально кайфую Мне просто вот прям в кайф так покататься. Покайфовать вот так вот, знаете, да? О, блин, ну не надо. Надо все-таки, блин. Все-таки нужно еще, нужно прикататься, ребят. Надо прикататься. Когда вот открываешь сезон, надо чуть-чуть прикататься обязательно. Блин, это вот прям как ни крути, блин. Блин, вот вообще, вот, блядь, ну, ребят, извиняюсь, амат. Блин, ну, реально. Короче, каву у меня пока не покупают. По причине то, что коронавирусов. Вот, такая причина. Но мне-то в кайф. Мне-то я, как бы, покупатель он всегда найдется, да? А вот то, что как раз пока не собрал хондочку, и все-таки выехать вот так вот после трудового рабочего дня, выехать чуть-чуть и кайфануть. Вот на кавушке прям в самый раз. Да, вообще прям практически людей нет. Нормальненько. И в городе, блин, уже нормально так сухо. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, ребята, это только все начало. Это только все начинается, ребята. Только все начинается. До конца месяца это будет. До мая, до 30 апреля, да? Это вы прикиньте, вот что будет, грубо говоря, через неделю, когда уже люди все-таки наконец-то вкурят. Потому что действительно это вот опасно для жизни. Потому что действительно карантин есть карантин. Когда вот люди вот это вот вкурят, да? И они просто-напросто, знаете, начнут осознавать, что это действительно вот просто как бы вот, блин, ну, сами себе, короче, хуже сделают, навредят вот этим самым. Потому что даже вот люди вот у нас вот приезжают откуда вот из-за границы, и они скрывают то, что они были за границей, и они, понимаете, они болеют, болеют этим коронавирусом. И уже одна женщина, блин, врач, пообщалась уже со своими больными. Опа, что там у вас, пацаны? Ни хера себе, четырьки морду снесли. Не, не, он сам, блин. Ну, нож подрезали его. Ну да, сейчас проблематично будет ждать гайцов. Блин, а камер все еще пишет, ребят, прикиньте. Обычно со старой батареей я уже в этот момент, блин, я уже переживаю, чтобы батарея не сдохла. Маленечко вырубают, а вырубают, а вырубают. А сейчас она работает, и ништяк. Блин, надо было вторую батарею взять, в карман кинуть. Чего же я так, блин, не подумал. Так, ладно, ребят, тогда валенечко включусь, сейчас чуть-чуть еще проеду. Просто дальше реально ничего интересного нет. Маленько прибавлю яркости, темнеет. Вот, ребятки. Не, ну на самом деле, вот, прикольно, да? Так, пока тосить. Что-то спустился я, больно, слишком вниз. Так, чисто про обстановочку рассказал, что-то как. Что у нас происходит? Городишки. Блин, жалко, темнеет. Как я не люблю, вот, когда вот темнеет, блин. Вот, когда закат, прикольно, да? Вот, когда темнеет, блин. Не айс. Не айс, когда темнеет, пацаны. Хоть и ксенончик, но все равно. Само ощущение темноты, оно не очень. Да что такое, блин? Подшлемник одел хреново. Да, блин, неужели шлем снимать-то, а? Да, надо поправить подшлемник, ребят. Что-то я его плохо одел. Что-то я плоховато его одел. Ой, ну все. Намаленечко отвык, ребят, от шлема, если честно, блин. Как-то непривычно мне в голове, в шлеме. Ничего, ничего, скоро хондочку соберу, будем катосить, пацаны. Вообще, блин, будут покатушки. Одни покатушки будут. Стримчики. Погнали. Что там у нас? За бортом сейчас интересно. Наверное, плюс 8 уже. Угу, 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 угу. Доедем до центра. Ааа, этот запах! Этот запах, ребята, бензина! А вернее, блин, шлема! Этот звук, звук, который в шлеме создается, блин, и рех мотора. Это, ребята, вообще, блин, что-то с чем-то. Колодочки пришли мне на зизер, тоже новые. Задние надо поставить спереди. У меня еще оригинал стоит хороший. Я передними тормозами практически, ну, не пользуюсь. Ну, блин. Короче, на этом мотоцикле я им практически не пользуюсь. Только когда прям... Когда прям останавливаюсь экстренно. А так, не, ну, все равно бывает, конечно, пользуюсь. Ты что, я обманываю? Передние тормоза, это основные тормоза вообще у мотоцикла как бы. Вообще по кайфу! По кайфу! Вот, в маске тоже люди. Хотел сказать, бля, я аборигенов. Опять матерюсь! Да что такое, блин, а? Хватит, блин, ругаться матом! Что-то, блин, когда я на мотике еду, меня, блин, башню сносит, ребята. Я вот вообще, блин, так-то адекватно, я вот на мотике, блин, сам от себя не узнаю. Бывает, бывает такое, да. Блин, а, что-то я отвык от этих дорог. На машине как-то все чувствуется. Ну, ты куда, ты куда, блин, абориген, блин, а? Да, здесь точно будешь ругаться матом. Да тут никуда не денешься, блин. Невозможно ехать на мотоцикле и не материться. Это просто невозможно, ребят. Да, городишко-то опустел, блин, с коронавирусом-то. Прикольно, прикольно. Ну, что-то мотоциклистов вообще не видать в наших местных. Сейчас посмотрим, может, кто ушавухи трется. Тишина, тишина что-то, блин. Не, вот для мотоциклиста сейчас самый кайф нам вот погонять, блин. Самый кайф, как бы. Меньше, меньше автомобилей. Ну, и тем самым еще люди не привыкли, то, что, блин. Да, кстати, ни одного, блин, мотика не стоит. Ни одного мотика нет, ребята. И люди-то не гуляют, смотрите-ка, по аллее. А вот, господа, полицейские. Даже на меня не смотрят. Нет, ну, я же говорю, есть нормальные менты, а есть, блядь, мусора. А есть менты, а есть мусора. Вот это вот были менты, которые нормальные. Которые вообще пофиг на мотоциклистов. Едет у него своя дорога, что его трогать, ну, реально. Едет чувак на мультике, зачем его трогать? У него шлем. Он вроде бы нормально одет, блядь, не в шортах, по погоде, грубо говоря, да? Не в тапочках. Вроде бы не пьяный так с виду, да? И зачем его трогать? Я вот тоже. Молодцы, чего, молодцы. Ну, что там сегодня-то движуха будет? Сегодня-то, блин. В воскресенье. Движуха-то прет. Людички-то должны обмениваться коронавирусами. Или у них выработались антитела. Не, ну, я как бы тоже на велике, ребят. Я тоже на велике, Ена. Тра-та-та-ра-та-ра-та. Мы катосим до утра. Мне вот больше всего, больше всего, пацаны, мне нравится вот здесь кататься. Так, где я катался-то? Вот здесь вот, да. Вот здесь мне нравится. Здесь я вообще кайфую. Здесь такой видок прям вообще. Атас прям. Ну, классно еще. Мне прикольно вот здесь вот покатосить. Да, надо визор закрыть. А то там коронавирусы, блин, налетят в натуре. Вот можно погреться. Здесь костерок горит. Девчули гуляют симпотные. Ха-ха-ха. Ха-ха. Ну, все-таки есть же, блин, аборигены, которым реально наплевать на инфекцию. У них выработались антитива, реально. Реально, блин. Ну, вот она, мэрия, ёптик. Мэрия. Да, блин, надо было вторую батарею все-таки взять. А вот здесь, я помню, бордюрчик какой-то был. А ну все. Ну что, практически волейбольщик-то никто и не играет-то, е-мое. Волейбольщик, блядь, раньше играли, блядь. Опять начинаю материться вообще. Это у меня просто привычка, когда вот на мотоцикле, вот реально просто привычка, когда вот едешь, блядь. Ну, ребят, ну в натуре, блин, вот от этого не избавишься на самом деле. От этого не избавишься. Ну, просто как бы вот есть и все. А что, в фонтан я искупаться хотел? А где фонтан-то, ёптик? Ну, реально. Я думаю, сейчас искупаюсь. А тут и фонтанчика-то нет. Блин, печально. Печалька, печалька. Ну, вот отсюда вид вообще прям клевый. Прикольный видочек. Вообще четко. Вон, она тоже на двух колесах катает. Молодцы, чего? Даже с фарами, с фонарями. Реально уважуха, реально. Ну, что, поедем, здесь никакой движухи нет, ребят. Блин, а как тепло, блин. Все уже прям летние, летние теплые ночи уже возвращаются. Летние такие вечера. Ничего себе там скорая помощь. Еще это Патрик. Что-то первый раз так бы вижу у нас. Поехал на заправочку, как говорится, прокатиться. И тут меня захватил дух, и я поехал, блин, это... Немножечко развеяться. Прогулять мотик, так сказать. И покатосить, кайфануть. Да, какой же, блин, кайф все-таки на мотоцикле. Да даже мне на 400-ке кайфово в городе ездить, ребят. Литр в городе не нужно. Вот 400-ке в городе прям хватает. Прям вот вообще прям хватает. 400-ке в городе хватает. Но единственное, максималка в 200, да, ну, 190, да, вот. Ну, 180, да, грубо говоря. А так в городе мотика хватает. 400-ке прямо за глаза, прям вообще. Прям самый-самый такой сок. И не слишком быстро это раз. Просто когда слишком быстро, вот литр, да, на литре реально опасно в городе ездить. Он слишком ускоряется, просто моментально ускоряется. А на 400-ке он... Как бы у тебя есть шанс вообще остановиться. Есть шанс, блин. Просто ошибок много прощает 400-ка, ребят. И ты вот, я вот сейчас вот как бы... Первая покатушка в сезоне, да, первая, вторая там. Ну, первая, вот такая вот первая покатушка. Я вот еду, я уже реально сам понимаю, то, что какие ошибки я творю. И на литре эти ошибки могли бы превратиться в что-то более серьезное. Так что 400-ка многому учит, многому учит. Вот я вот советую тем, кто вот открывает сезон на литрах, да. Да даже, блин, 600-ки уже люто едут. Наверное, я не знаю. Может, 600-ки как 400-ки. Я после литра уже как бы... Если вот в дальнейшей покатушке, в дальнейшей поездке я не рассматриваю мотоцикл меньше литра. Для меня уже как бы определилось уже вот... Ну, идеально. Вот именно моя кубатура, она уже определилась. Это вот литр, все. Литр. Понимаете? Когда я завожу свой литр, у девочек трясется к литру. Это я, ребята, уже так хисто трэш. Бля! Ну, хоть маленечко ноги разомну. Вообще кайф! На то, блин, сижу, блин, так хоть маленечко встал. Ну, как разомнилась. чуть сейчас будешь стоять что братуха братуха касание маленько газа не чуть-чуть наш мимо лекарь педаль в поле придавить братуха придавить педаль в поле бордюр нужно шататься но торопится слишком быстро а Ребята, вы, наверное, вряд ли мне уступите, да? Хотя нет Уступили ППС Да, ребят, маленечко отвыкли скоростей ощелкать после хондочки На хондочке там ход вообще короткий Она вот прям включается, чпончкс, и все А на камушке ход подлиннее Слушай, маленечко надо привыкнуть На планетку я вообще молчу, ребят На планетке ход такой Надо, блин, рулетку, чтобы измерить ход Да это я уж угораю Нормально, если вкататься, то нормально вообще Блин, вообще как кайфово-то, а? Третья, пацаны, четвертая Да, в масках боятся все-таки некоторые Ну, правильно, осторожность, она не помешает Я бы, конечно, посоветовал бы одевать противогаз Вот как по мне Если уж ты ходишь в городе, да? Одевай противогаз И все, что Перчатки там резиновые А вообще, если по большому счету То лучше, короче, одевать ОЗК Ни хрена себе, ребята Вот это я, блин, катосю Четырехсотки для города более чем достаточно Это я могу вам сказать с уверенностью Сто процентов Возле литра Четырехсотки в городе Вот прям, прям вот вообще Реально прям вообще Хватает Нормально Литр в городе слишком дерганый, слишком резкий Плюс он греется, когда жара Греется он сильно Когда летняя, жара летняя И вы стоите Выстаиваете в пробках Туалетруха у вас греется А четырехсотки А четырехсотки вообще как бы просто пофиг И вот в этом-то плюс То, что четырехсотки Ну, пофиг как бы Если вы, ребята, думаете, что я еду на красный свет То это, ребята, я смонтировал видюху так И все время я еду на зеленый Это боги монтажа Это нужно понимать Я все время передвигаюсь исключительно на зеленый свет На зеленый Но никак не на красный Только на зеленый Так, в принципе, ничего так Асфальт пойдет Не ушатали, в принципе, за зиму Ну, конечно, есть места такие Более ушатанные Но, в принципе, вот в целом Да, в целом пойдет Да, ребятки, батарея у меня все еще работает Вообще, блин, жесть Это хорошо, ребята Это прям Прямо красота Что там, лежаки, что ли? Ага Лежаки маленько, да Прямо красота Я просто, ребят, вот Занимаюсь, да, мотоциклом Занимаюсь ремонтом И вот, блин, у меня еще мотоцикл стоит дома, да Вот В зале Я вот смотрю на него Смотрю И так хочется мне просто прокатиться Просто элементарно, да Я просто не могу уже без этого Вот реально я не могу У меня уже вот Реально такая зависимость То, что Вообще без двух колес Очень трудно вот так вот мне, ребят Прямо реально Я вот не шучу, не прикалываюсь Это даже Мотоцикл, это даже Как бы и не хобби Я не назову Вот Мотоцикл, вот хобби Я не назову Вот для меня, по крайней мере Для меня это вот Образ жизни, как бы Стиль жизни, понимаете Образ жизни, да Вот это вот так вот, блин Это, ну реально Это хобби Это не назовешь На самом деле Даже что там говорить Даже если летом Я вожусь спать, да Я просто, бывает, не могу уснуть Чуть-чуть вот прям Ну валяюсь, я не могу уснуть Я завожу планеточку Еду в лес Небольшой кружочек Буквально Десять минут буквально Приезжаю Чайку попил Лег спать Прям засыпаешь Прям вообще Как младенец Прям вот реально Так что вот так вот, ребят А вот здесь дорожки Маленечко ушатанные Все, ребятки, че Короче, уже конкретно Уже темнеет Я, конечно, не знаю Сколько сейчас время Но, блин, уже темнеет И движуха, между прочим Нарисовывается Все начинают куда-то ехать С наступлением темноты Как песня, ребята Сектор газа С наступлением темноты Знаете, да, такую песню? Вот это вот тоже здесь Вот такая же вот хрень С наступлением темноты Не, ну сегодня прям покатался Вообще так вдоволь Сейчас еще по трассе кайфану Минут так 20-30 И вообще будет ништяк По ровной трассе Практически без машин Это будет прям Прям шикардосик Приеду Покушаю Сяду за компьютер Включу GTA 5 Или World of Tanks И кайфану еще Хотя нет Хотя мне надо Короче Движок Он же сейчас покрашенный Мне надо его покрыть вакуум Там спустя Спустя, грубо говоря Час, два, три Ну там Короче, ребят Не буду тонкости рассказывать По покраске Короче, мне надо еще движочек Покрыть вакуум Ну это, блин Пару слоев Это 15 минут 30 минут, да Если вот взять общее С ушкой Меж слоями Это, блин Чуть-чуть Блин, шлем так щеки зажимает Даже говорить, блин Не совсем удобно Ну что, будем высаживать Как говорится, камеру Высаживать батарею Посмотрим, насколько ее хватит Я очень доволен Этой батареей Я вот первый раз ее вот так вот испытываю На максимальное время Вот, да Я уже просто буду знать Я знаю, что она вот Конечно, посядет после нескольких съемок Там убавится 5-10 минут максимум И она будет работать еще годик Просто надо, чтобы время маленечко узнать Сколько вот она вот будет так держать И все Блин, вообще Блин, вообще кайфово, ребят Вы бы знали, а Да, зизер Мягкий мотик Вот на нем путешествовать Просто, блин Блин, да, вот Путешествовать в самый раз У меня порой такие мысли Блин, приходят, да Вот То, что если я отправлюсь куда-нибудь в путешествие У меня мысли такие идут То, что надо ехать на зизере Да Как бы у меня Друг Максим Синчева, да Он ездит на зизере Россию объехал уже Не один раз И Магадан И Сахали И вообще Везде Где только не был, блин Что уж там говорить На Байкале Где только не был, блин И Крым И Крым Не Крым, блин Да Вот сейчас вот Полицейского заметил, ребят Ну, блин Заднее колесо у меня Маленечко в юз Ну, блин Я четко среагировал В принципе В принципе Нормально среагировал Я бы не сказал Что прям тупанул Передком Прямо затормозил Вообще конкретно А задок Маленечко в юз спустил Да Но это Как бы нормально Я же его отпустил, блин И нормальненько проехал И я вот буквально Полицейского увидел Прямо вот Лежачий полицейский Прямо вот Сколько метров Пять, наверное Нет Пяти даже нет Три метра И я уже, блин Потормозам Вот, ребят Смотрите Я заправился И стрелочка Чуть-чуть Прям отклоняется Потому что Расход Ребята Три с половиной Литра Вот сейчас Вот в каком режиме Я ездию Да Ну, по городу Конечно Чуть-чуть побольше Все-таки Город есть город Это надо понимать Это на любой технике В городе В городе бы мог Я вот сейчас Сэкономить Да Ну, сколько бы Ну, блин Что-то около литра Если бы я не крутил Спокойненько бы ехал Вот как Как, грубо говоря На мопете Да Как на машине Опыты ставил Грубо говоря Над корбами И они здесь Прям Работают Как надо Тридцать четыре Подождем Твою маму Да Видите, ребят Туплю Реально Реально Подтупливаю Пацаны Смотрю Туда Тридцать четыре А смотрю Короче Зеленый Это горит Блин Вот что значит Ребята Вот в первый раз Покатушка В первый раз Надо вкатываться Обязательно Вкатываться Надо Обязательно Потому что Потому что Это мотоцикл Блин Это тебе не машина Где ты сидишь Реально И вот у тебя Все внимание Как бы На светофор А вот первая Покатушка Ты реально Блин Вот сколько Смотрю Я ведю Опытные райдеры Даже Блин Они вот Первую покатуху Реально У них Бывает Подтупливание Везде У всех Это нормально Как бы Это нормально Бывает Такое Есть Такое Это вообще Нормально Нормально Такое Явление Маленько Застояться На светофоре Или там Глубо говоря Забыть Убрать Подножку Да Вот типа Такого Бывает Бывает А основные Уже Как бы Основные Инстинкты Торможения Объезд Препятствия Объезд Ям Клочек Вот это Я имею ввиду Это уже Как бы Должно Ребята Быть На автоматизме Вообще Блин Нормально Ребят На 400 Нормально Каталась Ничего У меня Такого Блин Вообще Прям Я бы Не сказал Ничего Такого Что она Не едет По крайней мере Сегодня Буквально Ребят Пять лет Проездил Что там Говорить Пять лет И то Меня Она Устраивает Но Когда Уже Почувствовал Как едет Литр Как едет Литр Ты уже Понимаешь Что такое 400 И что Такое Литр Вот По вот Такой Дороге Вот Которые Сейчас Вы Видите Что Литр Что 400 Никакой Разницы Вообще Нет Темнота Обзора Нет Хрен Узнает Что Впереди Камаз Ехал Там Или Газончик Ехал Холено Вырнилось Дрова Кому-то Вез Все Все равно Не разгонишься Не поедешь Быстро Вообще Вот Для таких Вот Блин Разницы Особую Я не чувствую Ускорение Базара Нет Ускоряется Моментом 200 Прям За 200 Уходит Вообще Быстро 250 Набирает Вообще Как Вот Прям Раз И Все 250 Ну Литруха Она На Твой Литруха Ничего себе Там Трава Горит Ребята Собаки Подожгли Траву Там Кролики Еще Маленькие Спят Ежики Спят Кролики Спят Вы Что Творите Смотрите Как там Трава Горит Не знаю Камеру Наверное Не видно Вообще Жесть Блин Да Аборигены Чего Аборигены Ну Все Ребята Всем Счастливо Всем Пока В очередь Всем Удачи Пацаны Всем До свидосек Подписывайтесь На канал Скоро Будут Интересные Видео Все Ребята Всем Удачи Не болейте Коронавирусом Одевайте Противогаза